Программа для тех, чья душа не спит в гостях у профессора, доктора медицинских наук Ивана Павловича Неумывакина. Иван Павлович, здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время нас принять и поговорить с нами. Вы знаете, первым напрашивается такой вопрос. Вы автор такого огромного количества книг. В частности, большая часть книг из этих – это о здоровье, о профилактике и о лечении. Каким образом получилось так, что вы человек, который официальный доктор? Доктор медицинских наук, человек, принадлежащий к официальной медицине, сейчас относите себя к народному целительству, практикуйте народное целительство, пропагандируйте народное целительство и фактически отрицаете ту самую официальную медицину, с которой сами вышли? Ну, вероятно, можно сказать, начиная с вашего конечного текста вопроса, отрицаю. Я ни в коем случае не отрицаю официальную медицину. Но официальная медицина делает много. Официальная медицина – это громадный труд тысяч или больше миллиона только врачей, не считая среднего и низшего медицинского персонала. Но все дело в том, что помимо того кризиса, который наблюдается в обществе, официальная медицина сегодня переживает не лучше времена. И дело не во врачах. И поэтому вопрос идет не о том, что официальная медицина, она делает очень много, особенно хирургии. Я сам бывшим хирургом, поэтому я преклоняюсь перед искусством хирургов сегодня оперировать, особенно сердце, особенно по замене органов. Но ведь это крайнее состояние, когда человек уже доведен до предела. И восторгаться этими операциями, когда можно без операции, этих людей фактически вытягивать, чтобы они выздоравливали. Это все сегодня возможно. Программа «Для тех, чья душа не сбит» в гостях у профессора, доктора медицинских наук Ивана Павловича Неумывакина. Мне выпало счастье с 59-го года работать в области космонавтики. Первые 4 года я занимался разработкой методов и способов оценки состояния космонавтов в полете, передачей этих показателей по телеметрическим каналам на Землю и оценивать, как космонавт чувствует себя в разных условиях полета. С 64-го года Королев мне поручил вести разработку методов и способов оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности, в том числе на другие планеты. То есть я начал создавать больницу для космических кораблей. Потому что космонавт находится не только в изолированном пространстве, но и вдали от обычного понимания наших житейских дел. И поэтому он должен иметь все для того, чтобы там ему могла быть оказана любая помощь, вплоть до операции и реанимации. И я создал такую службу, но уже где-то в 66-м, 67-м году я понял, что без привлечения к этой работе всех ведущих учреждений, в первую очередь Минздрава страны, к этой проблеме, и каждый специалист, каждый институт должен отвечать, например, за оказание травматологической помощи в экстремальных условиях, хирургической помощи, терапевтической, ухо-горло-нос, глаза, гинекология, любые. И по 4-5 человека из каждого этого направления с помощью приказа Минздрава Петровского Бориса Васильевича фактически были привлечены к этой работе. Поэтому уже к 70-му году я создал фактически министерство малое, которое называется космическая медицина. И мне с помощью этих специалистов, высшего класса, с моей точки зрения, как узких специалистов, удалось создать систему, которая позволяет мне сегодня официально заявить, что официальная медицина идет по ложному пути. Она забыла физиологию, те резервные механизмы и условия, которые есть у нас в организме, а использует только средства для того, чтобы устранить тот или иной симптом. И вот эти книги, которые сегодня уже миллионными тиражами разошлись в Советском Союзе, они как раз говорят о том, что сегодня официальную медицину нужно не только сменить руководство, но и сменить парадигму взгляда на человека, как совершенную машину, в которой есть все. Ведь никогда ничего природа не создавала ущербного. И наш организм человеческий – это совершенная машина, которая саморегулируется, самовоспроизводится, самоизлечивается, только ей не надо мешать. А это все необходимо с учетом тех условий, тех возможностей, которые работает наш организм. Ну, вот, например, если взять самую главную книгу, это эндоэкология здоровья. Эндоэкология – это внутреннее состояние человека. И от него-то зависит все остальное. Здесь в этой книге написано, почему человек болеет. Что он должен делать, чтобы не заболеть. Потому что это ваша машина, Богом данной. Ну, высшим космическим разумом я об этом скажу. Это ваша машина. И вы должны знать, что в ней там творится, делается с момента рождения. А еще лучше – до рождения. И вот если вы не будете это делать, это беда. Это называется профилактика возможных заболеваний. Но если у вас что-то поломалось, что-то случилось, в этой книге вы найдете любой рецепт для того, чтобы устранить эту поломку. Но не с помощью химических лекарственных средств. Программа «Для тех, чья душа не сбит» в гостях у профессора, доктора медицинских наук Ивана Павловича Неумывакина. Я бы хотел вам дать несколько простых советов. Ну, например, то, что касается воды. Ну, из крана бежит вода. Вы на ночь ее поставьте, чтобы до утра, ну, хлор там выветрился. И осадок там образуется 1-2 сантиметра. Сверху вылили воду или шлангом, как самогон, вы перелейте, и чтобы там этот осадок выбросить, а вот эту воду вы поставьте в кастрюле на огонь и доведите до состояния белого ключа. То есть, вода еще не кипит, но муть уже появилась. Это называется белый ключ. Вот родник, если вы наблюдали, вот это состояние должно быть. Воду без крышки вы должны наблюдать. Вот такая дегазированная вода. Что это такое? Вы воду тут снимаете, быстро накрываете крышкой, если плоско, еще лучше, и под воду, под кран ставите и быстро сужаете. Вот эта вода уже активирована, биологически биоактивная вода. Все равно как будто вы заморозили и разморозили. И вот эту воду вы пейте. Программа для тех, чья душа не спит в гостях у профессора, доктора медицинских наук, Ивана Павловича Неумывакина. Теперь вопрос в отношении дыхания. Сколько сегодня, особенно вот сам здрав, сейчас столько рекламы идет, фроловские, принцип хороший в отношении этих приборов. Но вот в этой книге у меня первая кандидатская диссертация была газовая атмосфера применительно в замкнутом системе космических кораблей. Я дыхание знаю, так как врачи не знают, те, которые вообще сегодня пытаются разобраться с точки зрения дыхания. Я уже не говорю о молекулярном кислороде, тех же свободных радикалах или атомарном кислороде. Так все дело в том, очень важное соотношение кислорода и углекислоты. Врачи все считают, что углекислота это вообще пакость. Да ничего подобного. Без углекислоты мы бы давно уже умерли. Она должна точно быть в соответствии с пропорцией. Чем меньше углекислоты, тем больше спазм сосудов, тем быстрее вы заболеваете. И вот в этой книжке я написал, как же правильно дышать. Вот вы заметили, как человек разговаривает. Вот я с вами говорю. Я чуть-чуть чмыхнул, как будто вдохнул, да? А потом на выдохе я 3-5 секунд я говорю на выдохе. А когда человек поет, он взял там, ревел о буре гром, гремел, да? Чуть вдохнул, даже незаметно, и долго тянет вот этот голос на выдохе. Соотношение вдоха к выдоху должно быть минимум 1 к 5, лучше 1 к 10. А я могу не дышать за один раз 4-5 минут. Но вы должны научиться дышать так. Вот смотрите. Сидите совершенно спокойно. Сделали вдох. Причем вдох с животом. Грудь не трогайте, чтобы пупок как будто у вас надулся, как мячик. Вдохнули, немножко выдохнули, и не дышать. 10, 15, 20, 30 секунд. Вы должны научиться за один раз, чтобы не дышать 1 минуту. Через 2-3 недели вы это будете делать. Но таких минут в сутки вы должны набрать 30. Лучше 1 час. Едете в метро, троллейбус, зачем вам эти аппараты? Фролова сам здраво. Вам все равно там дышать, скученный воздух. Не надо дышать этим воздухом. Вдохнули, выдохнули, и не дышать. Чувствуете, глаза уже вылезают из орбит, вам хочется вдохнуть. Вы не вдыхайте. Вы выдохните. Там же воздух еще есть. Вы выдохнули, протушитесь. Раз, два. Снова вдох, снова чуть выдох, и не дышать. Все. Суставы перестанут болеть. Сердца, инфаркта никогда у этих людей не бывает. Почувствовали недомогание, сделайте следующее. А теперь я вам покажу еще одну штуку, что мы с моим коллегой, Кондратьевом Ивановичем, придумали. В полиэтиленовой мешочке сколько не стоит? Да валяется он где угодно. Вот, я взял, попросил, тут не нашелся, которые, листики туда кладут. Смотрите, что надо делать. Полиэтиленовый мешочек, вот такой, все время держите в кармане. Почувствовали что-то, особенно старик, старики, бронхиальная астма, сердце, суставы забылили. Смотрите, что вы сделаете. Я закрываю вот эти вот створки, слева, справа, перекрываю, и начинаю дышать. Свободно, спокойно, две минуты, подышать воздухом, который вы выдохнули. Бронхиальная астма куда-то ушла, сердце перестало болеть, сустав, боли куда-то исчезли. Только вы это должны делать не больше двух минут в начале, и через час, потом пройдет час, опять взяли мешочек, подышали. Когда вы натренируетесь, можно и через полчаса встали, или перед тем, как спать. Снотворный, изумительный эффект. Еще если у кого диабета нет, столовую ложечку, или чайную ложку на воды, тепленькое выжить, и вот так подышать. Сколько это стоит? Вот вам система дыхания. Там нормальный принцип, приборы, дуйте, но вы же платите деньги, лучше морковки купите. И вот тут все написано, как правильно дышать. Все это у вас уже есть заложенный механизм природы. Это мощнейшее лечение всех ваших заболеваний, начиная с головы до пяток. Программа для тех, чья душа не спит, в гостях у профессора, доктора медицинских наук, Ивана Павловича Неумывакина. Ваша температура, ваш нету, ваши заболевания, это нарушение желудочно-кишечного тракта. Именно там находятся клетки иммунной системы, которая отвечает за все то, что делается у нас внутри. А так как у человека, ко мне приходят в центр люди, у которых 80-90% желудочно-кишечный тракт не работает. Например, кальций. Кальций у нас где-то больше килограмма. А если взять молибден, там всего 0,01 грамм, но он должен быть у нас. Потому что без этого нет того взаимоотношения, электролитного баланса, чтобы у нас организм работал нормально. Так этим занимается желудочно-кишечный тракт. Вот в этой книге я подробно пишу, ну, например, россиянинский рост, болезнь Паркинсона. Или эта болезнь возникает россиянинский рост в раннем возрасте, это 18, 20, 25 лет. Или особенно Паркинсон после 40-50 лет. Но оказывается, это работа желудочно-кишечного тракта. Ну, например, в Москве институт россиянинский рост и Паркинсон. Они занимаются головой. Но голова никакого отношения к этому заболеванию не имеет. Расстройство идет в желудочно-кишечный тракт. У этих больных можно корректировать? По 5-10 дней нет стула. Тяжелее отравление, хуже, чем Чернобыль. И этого человека никогда не вылечишь. Поэтому это заболевание называется неизлечимыми, но надо наводить порядок в желудочно-кишечном тракте. У вас есть опыт устранения этого заболевания? Ну, почему нет? В книгах описано, как эти заболевания можно лечить с помощью восстановления работы иммунной системы и в частности в желудочно-кишечном тракте. Это уже десятки лет. Вот помимо тех книг, которые сейчас здесь есть на столе, вот, например, «Пути избавления от болезней». Это то, что я говорю. Тут написано. Вот здесь я должен был написать, которых нет. Но я побоялся опозорить медицину. Я эти два слова убрал, потому что они созвучны с тем, что гипертония, диабет, болезни нет. Я еду в институт Чазово. У меня везде свои люди. Я даю читать эту книгу и спрашиваю, «Как вы считаете? Я правильно тут все написал?» Читают, приходят и говорят, «Мы можем подписаться под каждой страницей, что вы правильно рассуждаете. Вы правильно подходите к лечению этих больных. Почему же вы это не делаете?» Иван Павлович, эта проблема стоит 4,5 миллиарда долларов. И простите, какой наивный человек отказывает 4,5 миллиарда долларов, поменяв все это на 5-6-рублевую перекись водорода. Я еду в институт диабета. У меня тоже там свои люди. Я даю читать эту книгу. Вот с этого я начинаю эту книгу и говорю, «Послушайте, я не эндокринолог. Пожалуйста, посмотрите, может быть, я что-нибудь тут не так написал». Читают, приезжают ко мне в центр и говорят, «Все правильно. Вы все должны фактически больные делать вот то, что написано здесь. Почему вы этого не делаете, Иван Павлович? Эта проблема стоит полтора миллиарда долларов. Это фабрики, это заводы, это лекарства и все прочее. Какой дурак, простите, откажется от этих денег и поменяет все это на пузыречек, который называется перекись водорода. Вы чувствуете, чем занимается сегодня государство и насколько оно заинтересовано в выздоровлении людей? Программа «Для тех, чья душа не сбит» в гостях у профессора, доктора медицинских наук Ивана Павловича Неумывакина. Говорят, у вас кровяное давление, нельзя больше пить. Кровяное давление, это же вас опять обманывают врачи. Кровяное давление только потому, что сосуды маленькие, капилляры, они не работают из-за того, что человек малоподвижен. Старенький человек еле-еле ходит, еле он передвигается. У него эти капилляры, они полностью запустили, они не работают. А кровь, ну, у мужика, это, простите, мужчины, 5-6 литров, а у женщины чуть поменьше. Кровь рассчитана, что она бежит в этих капиллярчиках. А капиллярчики, я повторяю, в мысах, а вы должны мысами работать, физкультурой заниматься. Особенно вот приседания, которые, вот я уже, опять никто не обращает внимания, вот на это, например, упражнение. Вот, если посмотреть вот на эту вот фигуру, это Жерлыгина, это было ей 75 лет. Злокачественная гипертония, врачи знают, что это давление меньше 200 не бывает, у нее 220-240 на 140. У нее был диабет, она была слепая и фактически обездвиженная. А теперь посмотрите, вот у нее рядом возле дома там березовый такой лесок. Вот она взялась за березу. На уровне попка нужно взять любой какой-нибудь стержень или выйти на лестничную плетку или на балкон, ноги поставить к стойке. На уровне попка взялись руками, руки должны быть вытянуты и приседать. Вначале 5, 10, 15 раз. Вот эта старушка в 75 лет обездвиженная диабетом фактически уже превращенная в немощного человека начала делать вот эти манипуляции после того, как мы ее очистили, прочистили. Она сейчас делает 400-500 раз вот таких приседаний. А теперь посмотрите вот на другой рисунок. Вот она же но уже не в 75 лет а в 88 лет. Она с точки зрения моего взгляда абсолютно здоровый человек. Кровяное давление 125-130 на 75 на 80 диабета нету. Она была слепая. Сейчас нитку вдевает в иголку и бегает с молодыми людьми. Она написала книгу «Прощай диабет» Жарлыгина. Есть в мытищих клуб такой «Прощай диабет». Я об этом здесь пишу в этой книге. Так оказывается она запустила вот эти капилляры. А капилляры 60-70% в крови находятся ниже пупка. И вот в этих капиллярах должна бежать кровь. И та кровь, которая туда не поступала, конечно, она концентрируется в крупных сосудах. И врачи, когда меряют у вас кровяное давление, у вас здесь и меряется 200-240. Надо сделать так, чтобы кровь бежала по всем сосудикам, которые называются капилляры. А для этого нужно работать. Для этого нужно заниматься физической культурой. Вот чтобы закончить. Очень важная часть позвоночника. это столб, на который все навешивается и от него зависит все. Ко мне приходит лечить позвоночник. Его нельзя вылечить. Его кормить надо, его поить надо, его убирать после него, после работы надо. Опять мы возвращаемся к желудочно-кишечному тракту. Ну, не работает он. Это отдел снабжения. От чего зависит все остальное. Я еще раз повторяю. Это иммунная система, это ферментная система, это гормональная система. Все крутится возле пупка. Если вы там не наладите, ну, бесполезно лечить вот это. А это обменное вещество. А говорят, кальция у вас не хватает. Конечно, не хватает. А где он-то вырабатывается? Щитовидная железа, йода. В стране нет йода. У нас страна йода дефицитная. Ну, вот выпускает йодированную соль. Все это прекрасно. Но йод-то вырабатывается в желудочно-кишечном тракте. Там специальные микробы, которые предназначены для этого. Программа для тех, чья душа не сбит в гостях у профессора доктора медицинских наук Ивана Павловича Неумывакина. Никто не обращал внимания из врачей до тех пор, пока я не выпустил книгу «Вода. Мифы и реальность». Что такое вода, жидкость? Это жидкостной конвейер. Клетка без воды жить не может. Вода это электричество, это энергия, это промывочный материал, как хотите. Так вот, у человека в среднем выделяется в сутки полтора литра. Это, простите, с мочой, сзади кое-что еще, это пот, это влага, это все, если суммировать, то это получается полтора литра. Что мы пьем? Вода, которая бежит, в среднем, это выше, вот Харькова, и вот выше сюда, и в том числе Нижний Новгород, она кислая вода. А кислая вода, это где-то имеет кислотность, если взять кислотно-селочное равновесие, это ПАЖ-среды. Врачи это знают. У нас гомеостаз вот этот должен иметь 7,4 взаимоотношения между кислой и щелочной средой. Вся растительная пища, которая есть вокруг нас, это в пределах 7, 7,2, 7,4, 7,5. Это все нормально. А вот вода, которая бежит из крана, уже имеет где-то в пределах 6. А любое заболевание, любое заболевание начинается при ПАЖ 6,5-7. Если ПАЖ 6,6,5 уже требует квалифицированной медицинской помощи. Если ПАЖ составляет 6,5-5, у человека точно возникает онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обменных процессов, артроза, артриты, остеохондроза, остеопороза, все, что хотите. Но самое главное, смерть наступает человека меньше ПАЖ 5,5. Так вот, все дело в том, что ПАЖ среды кислотно-щелочное равновесие это основа нашей жизнедеятельности. И если вы посмотрите на всю среду, в которой мы живем, вот эту таблицу я приготовил для того, чтобы люди посмотрели и убедились, что они делают плохо. К врачам взывать бесполезно. Это нужно менять полностью сегодня парадигму всего Министерства здравоохранения и Институт питания, который вот это не знает. Я еще раз повторяю, ПАЖ у нас в организме должно быть минимум 7, лучше 7,2-7,4. Любое заболевание при этом состоянии куда-то исчезает. Иммунная система начинает нормально работать. Вот сегодня, например, старики говорят, я без мяса жить не могу. Я вот тут перехожу на мясо, мясо 3-3,5 ПАЖ. Но я же вам сказал, что человек начинает умирать при меньше 5,5. Что же получается? Это не значит, что если вы поели мясо, вы уже умираете. В организме существует мощнейшая система, которая быстро старается перевести туда, ближе к 7. Вот травку поедите. Почему, например, на Кавказе много едят травы? И едят там мясо. Но ведь мясо мясу рознь. Организм старается исправить от недочеты. Но это требует колоссальное количество энергии. Для того, чтобы уменьшить вот этот вред. Сегодня уменьшить вред, завтра уменьшить вред. Но самое страшное человек после еды начинает приклепывать. У него воды нет, плохо жует, то зубов нет, то еще что-нибудь. Он начинает пить воду и разбавляет желудочный сок. А желудочный сок определенной концентрации для мяса, как шашлык, должно быть концентрацией приличной, чтобы мясо это разъелось. А мы выпили воды. И соляной кислоты, той концентрации, которую дала природа, ее нету. И мясо начинает гнить. А что же делать? И вот это пить-то хочется. Тихо-тихо. А вот вы поэтому специальная книга есть, вода, мифы, реальность. Вот до еды вы можете пить, хоть лопнете. Но только вы воду будете пить чуть-чуть подсоленную и туда еще 5-6 капель вы капнете перекись водорода. Но это должно стать привычкой. И минимум полтора литра, лучше два, а летом и побольше. Так вот все дело в том, а сегодня молодежь без пива не может обходиться и сосуд, простите, эту бутылку, как из соски. Это человек уже отравляет, клетка в нормальных условиях уже работать не может. Но самое главное кислая среда, увеличение кислотности организма. А увеличение кислотности организма это болезни и смерти. Хотите быть живы? Вот в этих книгах, почему их 40 штук? У меня недавно пришел врач, который взял все книги, пришел и сказал, Иван Павлович, у меня 40 лет врачебного стажа. Мне стыдно за то, что я лечил, не знаю, что я делаю. Ваши все книги, в каждой книге написано, ну, например, мало кто знает, ну, я уже не говорю зверобой, я уже не говорю о чистотеле, я уже не говорю там о березе, крапива, алоэ, овес, там, прополис, мед, все, что угодно, все то, что находится у человека под ногами, здесь, рядом, возле него, сорви, прочитай и лечись. И с помощью только этих книг можно лечить любое заболевание, включая онкологию. Нет этих болезней, состояние есть. И, кстати, сказать, вот, касающиеся диабеты, врачи настолько уже, ну, не они виноваты, это те люди, которые там защищают диссертации, кандидат, доктора, академики становятся, говорят, что мясо хлебных единиц ноль. Диабетики знают, что такое хлебная единица, кусок, там, масло, кусочек хлеба, хлебная единица, а мясо якобы ноль. С одной стороны, они правы, но мясо мертвый продукт, мясо 3,5-4, кислый PH, кислой среды. Человеку это вылечить невозможно. Диабетик должен забыть, что такое мясо, рыба и яйца. Забыть! Вот что у него. Растительная пища. Это в дополнение, в упрек тем людям, которые занимаются диабетом. Это абсолютно незнание, что происходит у нас в организме. Программа для тех, чья душа не сбит, в гостях у профессора, доктора медицинских наук, Ивана Павловича Неумывакина. Скажите, пожалуйста, вашу точку зрения на онкологию. Что это? Профилактика и возможности устранения лечения в данной ситуации, скажем так, нетрадиционными, не методами, неофициальной медицины. Ну, онкология, это с моей точки зрения, я это пишу и вот здесь, эндокология здоровья, и вот здесь, пути избавления от болезней. Это зашелкованность организма. Чем больше вот этой грязи, закисления среды, тем хуже. Проводились эксперименты, опыты, причем онкологи все это прекрасно знают. Что если в кисовой среде положить онкологическую клетку, то она просто как на дрожжах начинает выращиваться. Если эту клетку положить в щелочную среду, PH7274, она погибает. Ну, нету онкологии. Есть состояние организма закисления среды, своего рода отрава. Что делать? А вот кушать вот то, что я вам сказал, это раз. Сейчас очень многие меня ругают за перекисводрот, официальные медицины. Ну, например, Малышева такая по журнале «Здоровье», она дважды по полчаса говорила, что я вообще преступник, что я работаю с точки зрения убивая людей с помощью перекиси. Перекись действительно официальные медицины используют для того, чтобы обабатывать раны, потому что это очень мощный антисептик. Перекись водорода это атомарный кислород, а кислород существует во многих видах. Программа для тех, чья душа не сбит в гостях у профессора доктора медицинских наук Ивана Павловича Неумывакина. Так вот теперь в отношении вот то, что касается свободных радикалов. Свободные радикалы это необходимый элемент работы нашего организма. Они занимаются своего рода ассенизацией, убирают все, что там перерабатывают, все, что плохо через печень выбрасывают, что хорошо снова организмом используются для возобновления работы клетки. Но они прожорливые, они съедают иногда хорошие клетки. Но их должно быть точное соотношение, которое заложено нам природой. Поэтому ругать свободные радикалы не надо. Без них мы бы давно померли. Вот сейчас все бросились на лямблии, что лямблии вот там в желтном пузыре и в печени живут. Да без лямблии бежить мы не можем. Лямблии нормализуют работу кишечной флоры в двенадцатиперстном кишке в верхнем с вами умерли. Сейчас все бросились. Там хелиобактер это нашление микроб, который якобы двенадцатиперстную кишку, язву там это самое. Да бред это все. Они были, есть и будут. Нужно нормально кушать. Нужно не запивать пищу, а прожевывать, прослюнябливать и чтобы она как по как называется ну как лоточек как с водой как будто мы пили, а не просто прожевали туда. Там ведь зубов нету. Пища должна тут полностью перетереться. Температура достичь 36-37 градусов. А это уже чем больше здесь мы ее разжевали, тем больше поверхность раздробленной пищи, тем больше соляная кислота проникнет туда для переработки. А так она же не перерабатывает. Только сверху непрожеванный кусок и соляная кислота внутрь не пройдет. А дальше все гниет. Ну как еще можно вам по-русски объяснить? Не вам, а тем, кто будет читать эти книги и делать, особенно больным. Так вот перекись водорода это атомарный кислород. Лейкоциты клетки иммунной системы вырабатывают атомарный кислород. Перекись водорода из воды молекулярного кислорода делают О3 атомарный кислород. А он как раз и нужен для борьбы как это мощнейший антиоксидант. Вот считается, что против раковые клетки надо обязательно антиоксиданты есть, принимать. Ну, это витамин С, там, цитрусовые и все прочее. Так оказывается перекись водорода атомарный кислород это мощнейший антиоксидант. Он убивает любые вирусы, любые микробы. Нормализует тонкоклетки, просто съедает их. Но все дело в том, клетки-то должны его вырабатывать, а клеток иммунной системы у нас нету. У нас запор, у нас скалит, у нас понос, у нас дисбактериоз. Какая разница? И вот восстановив клетки иммунной системы, они начинают вырабатывать сами перекись водорода, который быстро разлагается на атомарный кислород и воду. Вода, это физиологическая вода, которая идет на промывку, на питание клетки. Атомарный кислород разъедает любые клетки, что бы то ни было. Но так как его всегда не хватает, поэтому я рекомендую перекись водорода, которая стоит 3-5 рублей в аптеке. Только не в забегаловках, а в нормальной аптеке купите трехпроцентный раствор. Тут написано все растворы, как их разводить, что нужно делать. И когда вы будете пить воду, вы берете 200 грамм воды, капаете туда 3, 5, 8, 10 капель, больше 10 не нужно. Во-первых, вода становится стерильная. Второе, вы в рот берете щепотку соли, палец можете вымыть, конечно, в солонечко пустить, чуть-чуть только на язык, или просто щепоточку маленькую взять, если морской соли, что лучше, это 2 зернышки, и вы выпить медленно вот эту воду. Причем утром лучше 2 стакана. натощак за 10-15 минут до еды. Кстати, запомните, что врачи абсолютно безграмотные не знают. Вода в желудке никогда не задержится, там есть малая кривизна, она сразу проходит 12-перстный кишку. Вода должна выпита быть до еды за 10-15 минут. Там она в щелочной среде перерабатывается, из нее вырабатываются те пищеварительные соки поджелудочной железы и в желудок вода поступает уже оттуда. Если вы воду будете пить во время еды, то это вы включаете элементарно самогонный аппарат. У вас там все бродит и все гнедет. Вы это должны будете понять, прочитав мои особенно вот эти главные книжки. По книге эндокология здоровья там только ли даны рецепты вот, допустим, трав, рецепты народной медицины по профилактике и по лечению? Или там какие-то моменты мировоззрения, чтобы нам надо понять, какие-то вещи? написано мировоззренческие. Здесь что собой представляет человек. Например, официальная медицина абсолютно не учитывает энергоинформационную структуру человека. Ну, биополевую структуру. Ведь любой работающий механизм, тот же телевизор, он работает и излучает электромагнитное поле вокруг себя, как работающий механизм. То же самое работает и человек на этом биополевой вот этой структуре. Причем сегодня созданы аппараты, которые могут зарегистрировать вот это биополе, посмотреть ее разорванность. Она, как вот на святых иконах показывает вот это сияние, оно должно иметь своеобразный такой куполообразный шарик. Да, и причем определенной краски, золотистой, зеленоватого, такого серебристого цвета. Но он же может быть темным, он может эти этот купол, этот цвет разорван. А эта разорванность это уже патология. И вот это здесь все написано. Здесь в этой книге дается понимание человека как часть вселенной и что он собой представляет с точки зрения опять-таки бионагетика. И вот эти биополевые структуры, как сглаз, порча, заклятие, проклятие и все прочее, все это существует, все это есть. Это связано с различного опять негативными сторонами жизни людей. Это ненависть, это зависть, это корость, проклятие, которое иногда случайно у человека вырывается, да будь ты проклят. Шутить с этим нельзя. Причем это работает как бы мерангом, не только против того, кому вы это сказали, но и против вас самих. Это все подробно описывается в книге. Причем защита даже от этого негативного воздействия. Что вы должны сделать, чтобы на вас не прилипало никакое вот это... А что нужно сделать? Ну, это защита специальная, тут целый комплекс есть. Например, вот даже сплюнуть через левое плечо, у нас тут Люциферы находятся, ангелы-хранители, но они должны быть у человека. И положительные, отрицательные, потому что вся наша жизнь, это фактически жизнь основана на противоположностях. Плюс-минус, плюс-минус. И в течение всей жизни у нас один минус следит за плюсом. Ведь вот здесь написано, например, когда Всевышний Космический Разум Израиля изгонял Адама и Еву, они нарушили завет, они пошли в Эдемский сад и сорвали с дерева плод, который нельзя было кушать, а их предупреждали. Но там рядом болтался Змеискуситель, и сексот своего рода. И он доложил Богу, что они нарушили. И Бог знал их и сказал, я вас изгоняю Израиля, но я вам даю двух ваших телохранителей. Это Искусителя и Хранителя. И вот кому вы Богу, какому будете подчиняться, от этого будет зависеть ваша жизнь. И вот в течение всей нашей земной жизни человек все время находится между плюсом и минусом. У кого сколько чего больше. Вот так же, как, например, то, на чем мы сидим, там ведь минус у нас, а плюс у нас в голове. Если минус, вот сейчас уже многие забыли, но очень многие уже увлекаются, и будь там Малаховская передача, или какая-то, что ходить на ягодься. Вот в этой книге я написал, что эта часть тела важнее, минус. Там находятся все органы, от которых фактически зависит вся наша жизнь. Если вы не будете ходить на ягодцах, где-то шевелить вот этими органами, которые там есть, и заставлять работать, массировать, сокращать и расслаблять все органы, которые там есть, усиливать окислительно-восстановительные процессы, то ж не беды. Когда человек, например, идет, и я вижу, что у него ягодичные мышцы, и мышцы бедра просто болтаются, мне жаль этого человека. Там эти два шарика должны работать как шарики. А это сила, это противовес, это осанка. Ну, это детали, я не буду углубляться, это подробно все написано в книге. Поэтому эта книга фактически дает представление о человеке как достаточном с точки зрения борьбы с любыми проявлениями, которые существуют у нас сегодня. Последняя моя книга, она представит для вас очень больший интерес. То, что сегодня творится на земле, это закономерный процесс. Вы, например, не знаете, что Северный полюс сегодня приблизился к Канаде уже на сотни километров. И то, что творится сегодня на земле, это не просто так. Вот в этой книге все дается подробное объяснение, что происходит на земле и будет происходить в ближайшие 10-20 лет. Но этого мало. Здесь я рассказываю о человеке единственном мире, который получал информацию от высшего космического разума. Он не только получал информацию, он через высший космический разум нашел меня, я ему помогал расшифровывать эти материалы. И, кстати, один раз он получил информацию, что Путину готовится на него покушение. Газета «Жизнь» опубликовала о том, что этот генерал Левенцов, он получил эту информацию и заголовок на первой странице был такой, что вот этот генерал Левенцов, а это генерал, который принимал информацию, что он предотвратил покушение на Путина и предсказал ему блестящее будущее. Так вот, я здесь описываю подробно, что ваш покорный слуга сделал, что Путин остался жив. И здесь все, взаимоотношения Вселенной, высшего космического разума, с человеком, с земля, что здесь происходит, где какие боги, их там столько, что трудно себе даже представить. Куда наши отцы, прадцы, старень, которые уже помнили, где не находятся, круговорот человеческих душ Земли, космос, Вселенная, Земля. Здесь впервые дается понятие, что такое бог. Левенцов разговаривал с Иисусом Крестом, причем этот разговор шел на том языке, на котором разговаривал обычный человек. Я не буду вам говорить подробно. Это единственная книга, в которой вы прочитаете, что бог един, а это высший космический разум. Например, бог над Землей есть, солнечная планета и есть, иерархия вот этих богов здесь описана и дается схема, что там происходит на самом деле. иерархия .